Елизавета Стюарт. Умер сыну бабки деревенской. Елизавета Стюарт. Сын помер с леской и бабы. Элизабет Стюарт. The son of a village old woman died. Читает и перевод, читая и переклад. Read and translated by Наталья Абызова. Умер сыну бабки деревенской. И не так, чтобы хороший сын, но в ее нелегкой доле женской, оставался он живым один. Отписала кратко, издалече есть на хату горестную весть. Мол, теперь помочь мамаша нечем. Плачь, не плачь, а так оно и есть. Прочитала мать, запричитала, вспомнила убитых сыновей, как цыплят их всех пересчитала одинокой осенью своей. Вспомнила нечастые обновы, добрые нечастые слова. Самый младший, самый непутевый. Мать про то забыла и права. Для нее сейчас он ясный сокол. Сгинул сокол и спокинул мать. Сердце, как порезано осокой. Сын последний, надо понимать. Обещал приехать к ней когда-то. Да не сбылся, значит, тот приезд. Ей сулили и сыны солдаты возвернуться из далеких мест. Но, выходит, обманули тоже. Что ж ты, крылья сокол мой сложил? Чем тебе старуха мать поможет? Мне бы смерть, а ты бы жил да жил. Вышла в поле. В поле ночи и осень. Только звезды на просторе нив. Да в колене. Тичутся колосья. Головы пред матерью склонив. Сын помер сельской бабы вчора. И не так, чтобы очень гарный сын. Та все ж был в ее жизни опора. Залишался он живым один. Відписала коротко-здалека. Ей невестка тут ужливу весть. Что делать, мамой? Нам нелегко. Плачь, не плачь. Чим помогти, не відь. Прочитала, враз заголосила. Пригадала вбитих вже синів. Як курчат усіх їх полічила в дні осінні на самотині. Пригадала куплені обнови. Добрі, зрідка сказані слова. Наймолодший, самый безстолковий. Мати те забула. І права. Він для неї зараз ясний сокіл. Згинув сокіл і закинув дім. В серці, мов, порізаві до соки. Син останній і кінець надій. Обіцяв приїхати до неї. Та не сталося, значить, як хотів. Зарікались і сини солдати повернутися здалечись світів. Та виходить, обманули теже. Що ж ти, крила, соколе, мій склав? Чим тобі старенька допоможе? Смерть мені, а ти б її здолав. Вийшла в поле, в полі ніч і осінь. Тільки зорі на просторах нив. Та в коліна тичеться колосся. Кожен колос перед матір'ю схиливсь. Дякую за перегляд! Чикен, she counted them all in her lonely autumn. She remembered infrequent new clothes, kind, infrequent words. The youngest was the most unlucky. Mother forgot about that, and she was right. For her now, he was a dear falcon. The falcon perished and left his mother. Her heart, as if cut by sedge. The last son, you need to understand. He'd promised to visit her sometime. Yet that visit did not come true. Her son's soldiers also promised to return from distant places. But they turned out to have deceived too. Why have you folded your wings, my falcon? How can your old mother help you? I wish, I could have died, and you would live and live. She went to the field. There was night and autumn in the field. Only stars above the fields. And ears of rye poked at her knees, bowing their heads to the mother. She created her life. Her own unique poetic world. The world of her poetry is not loud, but multicolored and polyphonic. Borysenko about Elizabeth Stewart.